Судьба Ольги Михайловны Прохорова – это целая эпоха. Сто лет. Прожить век не каждому под силу, тем более век полный стольких событий. Ольга Михайловна прошла нелегкий путь военного врача в период Великой Отечественной войны. Более 12 лет женщина проходила действительную военную службу в рядах Советской Армии. 23 года проработала главным эпидемиологом Брестского облздравоотдела. В 70-е годы ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач БССР». После выхода на пенсию еще 15 лет проработала врачом-эпидемиологом. Но главным достижением для женщины была и остается ее семья. Сейчас у меня вот Оля, Тима, Наташа, Дашенька. Вот вся моя семья. А была большая семья в молодости. Я сама с Горького, бывший Нижний Новгород. Там институт закончила и в армию пошла. Всегда, несмотря на различные трудности, Ольга Михайловна оставалась человеком с большой буквы. Заботливой женой, мамой, бабушкой и прабабушкой. Строгая и добрая, ответственная по отношению к себе и требовательная к другим. Такое является для своих родных Ольга Михайловна. Бабушка очень строгая. Она воспитана в такое время тяжелое. Она прошла и войну. Она прошла вот этот послевоенный период. Она сталкивалась с бандеровцами. Потому что у нас на семейных обедах она все время рассказывала, как она спасала солдатика, на которого напали бандеровцы. Они в лесу в 46-м году, по-моему. Они ездили там по селам. Поэтому про холеру я знаю все. Она серьезная. Она на должностных ролях была. Она серьезная женщина. Ольга Михайловна живет целый век и знает много людей. Еще больше знают о ней. А потому поздравить именинницу со 100-летним юбилеем поспешили не только ее близкие, но и ее друзья-ветераны, руководство администрации Ленинского района и другие. Я от администрации Ленинского района, от себя, как от вашего коллеги, хочу поздравить вас с таким красивым юбилеем. На празднике полном улыбок и смеха Ольге Михайловне вручили новый паспорт. 100 лет – хороший повод, чтобы его поменять. Кроме того, именинницу поздравляли, вручая цветы и приятные подарки. А пожелания крепкого здоровья не умолкали ни на минуту. Ведь для многих Ольга Михайловна не чужой человек, а давний друг. Это моя бывшая коллега, она медицинский работник. Очень интересная судьба, потому что она прошла всю войну. Прошла хирургом военно-полевого госпиталя. После войны работала в управлении здравоохранения. Ну и ветеранская организация управления здравоохранения. Я когда работал, она входила в состав ветеранской организации. Ветерина узнала, вспомнила даже те моменты в жизни. Люди, которые прошли войну, реально прошли, видели все эти ужасы, и которые сейчас с благодарностью принимают поздравления, и они рады этой жизни, и они собираются дальше, еще продолжать жить, активно интересуются жизнью, помнят, что было. Приятно, что они помнят, кто пришел. Вы знаете, такой позитив, и поэтому я понимаю, почему они так долго живут. Потому что они столько настрадались, и теперь они радуются вот этому солнечному дню, каждому прожитому году, миру, спокойствию. И поэтому они собираются дальше жить. Дай Бог нам всем столько же, сколько они живут, и мы им желаем, своим ветеранам, только здоровья, только позитива. Таких долгожителей в Ленинском районе областного центра всего три. Сейчас в их скромные ряды добавилась Ольга Михайловна. Каждый из них важен, ценен и очень дорог. Хотелось, чтобы больше их было, чтобы они были здоровы. Хочу ей еще раз пожелать здоровья крепкого, долголетия, и всем нашим брещанам дожить до 100 лет в добром здравии. Субтитры создавал DimaTorzok